Иван Васильевич Рожин Рады приветствовать вас в нашей студии. Позвольте поздравить вас с 80-летним юбилеем, также с приездом на родину. Мы знаем, что вы сейчас проживаете в Москве и тем не менее наверняка интересуетесь, что же происходит в нашей республике. И вот как в целом вы оцениваете современные внешнеэкономические связи республики? Я, если начать, то внешнеэкономические связи республики Сахай-Якутия я занимаюсь уже с 91-го года. Это еще первый президент республики Сахай-Якутия Николаев. Он мне тогда дал задание о том, чтобы я разработал концепцию внешнеэкономические связи республики Сахай-Якутия. Я много работал с Министерством Министерального дела России и все согласовал и так далее. И вот сегодняшняя структура, которая есть и сегодня, но сегодня он назывался департаментом. Раньше он назывался Министерством внешней связи республики Сахай-Якутия. Все это осталось, структура осталась. Поэтому, я думаю, сегодня, с учетом того, что уровень отношений между Россией и Китаем, он на самом высоком уровне, высокое доверие, взаимопонимание, поддержка друг друга во многих вопросах, это на высшем уровне находятся эти отношения. Я, хотя и пенсионер, но всю жизнь занимался китайской проблемой. Я владел неплохо в свое время еще молодым китайским языком. Первое мое иностранное назначение было в Китайскую Народную Республику. Самое ответственное, самое сложное время – период культурной революции. Поэтому я знаю, что такое культурная революция. Не только с политической точки, но я сам был свидетелем. Я все глазами видел, все, как это происходило. Все это мы испытывали и на себя тоже. Иван Васильевич, раз уж мы затронули тему как раз-таки Китая, и сейчас и Россия, и Якутия, в частности, активно сотрудничают с Китаем, и не только, а также с Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом. Как правильно нужно строить внешние связи? Я думаю, сегодня с учетом таких тесных взаимопониманий российско-китайских отношений, в общем, с большой буквы политики и так далее, я думаю, что политика Республики Сахар-Якутия в отношении связей, экономических, культурных, торговых связей и так далее, и деловых связей. И поэтому это правильно все построено на правильном направлении, и все соответствует в русло общей политики российско-китайских отношений. В этом плане мы получаем полную поддержку со стороны правительства Российской Федерации. И поэтому, я думаю, мы должны развивать и отношения с Китайской Народной Республикой на региональном уровне, и в этом плане политика российского правительства это соответствует тоже. Ну вот некоторые эксперты опасаются по поводу китайской экспансии, как раз-таки близлежащих территорий. Ваше мнение каково по этому вопросу? Ну, сегодня, если взять уровень развития Китайской Народной Республики, это сегодня вторая экономика в мире. С этим надо считаться, с этим надо понимать. Это реальная вещь. И еще, я думаю, Китай еще будет дальше идти в этом плане. И сегодня очень хорошо, что российско-китайские отношения в этом плане очень с политической точки зрения, экономической, торговой и деловых связей очень хорошие, очень надежные, очень уверенные связи. Поэтому и Республика Саха в этом русле очень правильно тоже этом. И сегодня глава Республики Саха Якутий Егор Афанасьевич правильно эту политику проводит. И это мы все должны, вот якутяне, все население поддержать, тоже понимать, что у нас много проектов. Я знаю, я в курсе очень крупных. Но ситуация сегодня, вы сами понимаете, и экономическая, и санкции европейских государств, и американские и так далее, этому, конечно, не совсем способствует. Но, тем не менее, это правильная политика, нужная политика, и Республика идет в русле вот именно политики российского государства. Но стоит ли опасаться китайской экспансии все-таки? Не надо опасаться. Сейчас много разговоров на эту тему. Вот сколько там сейчас много разговоров идут о том, что вот-вот на Дальнем Востоке слишком много китайцев, слишком много нашей девушки выходит замуж за ними. У нас в городе тоже много, на самом деле. Да, да. И у меня даже появился родственник китайец. Вот одна моя дальняя родственница училась в Пекиде, и там познакомилась, и тоже вышла замуж. Ну, что делать? Любовь есть любовь. Но самое главное, что не стоит ожидать. Ну, политика – это дело тонкое. А как сделать, чтобы меняющиеся политические отношения не, скажем так, не тормозили экономическое развитие вообще страны? Это опасаться этого нельзя. Не надо, я думаю. Потому что сегодня настолько у нас российско-китайские связи политические, экономические, торговые, культурные, и народные связи, и спорт, и все такое тесно переплетены. В этих условиях мы должны эту связь поддерживать. Это нужно. Сегодня Китай, он – это вторая экономика в мире. Поэтому Китай и дальше будет идти в этом направлении. Сегодня Китай, вот я много могу говорить, вот только прошел 19 сейско-мунической партии Китая, там много разговоров, много идей, много предложений. Поэтому у меня просто времени нет на эту тему говорить. И у нас вот президенты и руководители поддерживают тесные, ну, тесные уже, но это сложно сказать еще. Поэтому и мы, вот, и республика Саха, Якутия правильно делают о том, что в этом плане все. Мы идем в русле политики российского государства, и вот на региональном уровне мы должны развиваться. Это другое дело, там где-то что-то не получается. Это так и должно быть. Это жизнь реальная. Об этом опасаться тоже нельзя. Вот там мы плохие или китайцы плохие. Иван Васильевич, ну, как сделать, чтобы наши власти развивали экономические проекты, и самое главное, чтобы это максимально быстро происходило в воплощении их в жизнь, чтобы это именно по вопросу с Китаем именно, чтобы это не в долгий ящик вопрос уходил, а чтобы это быстро, максимально реализовать и воплотить в жизнь. Это не только Китай, но и со всеми странами, где все сразу делается, не все даже реализуется, хотя где-то наверху все поддерживается, все принимается, какие-то подписки, какие-то соглашения, договора и так далее. Но это реализация уже, это другое дело. Тогда возникают именно деловые вопросы. А существуют какие-то хитрости в дипломатии? Ну, дипломатия – это хитрость. Дипломатия, она никогда открытой такой не может быть. Это и в жизни, и в политике тоже так. Дипломатия – это искусство. Надо, этот вопрос, тот проект, который мы продвигаем, допустим, с российской стороны, они должны проходить тоже. Тем более, мы должны учиться, что это специфика Китая. Специфика Китая – сверху донизу и снизу доверху. Все это, любой проект должен пройти это. Это, как было в свое время и в Советском Союзе, и в этом деле есть и плюсы, и минусы. Если там сверху вниз, снизу вверх, это все согласовано, значит, реализация. А там уже деловые связи, деловые, бизнес, разговаривать – это совсем другое дело. Получается, что вся наша власть должна, в принципе, уметь идти на диалог внешнеэкономически, получается. И в связи с этим хватает ли у нас вообще специалистов в Якутии? Вот как вы оцениваете нашу ситуацию с молодыми кадрами? Сегодня современная молодежь. Я всю жизнь занимался этим делом. В 1991 году меня приглашали сюда на работу, на высокую государственную должность. Но поскольку у меня были дети и так далее, один даже в Африке родился, поэтому их перевезти сюда – это проблема была. Чисто семейная, чисто такой вот, такой личный в плане. Поэтому я не согласился сюда приехать. Хотя вот Михаил Федорович мне предлагал высокую государственную должность. Но я ему благодарен. Но я все 10 лет его президенту, я с ним работал, поддерживал. Он меня тоже поддерживал. И с Шаштровым у нас были хорошие деловые и личные связи. И с Егором Афанасьевичем, и сегодня мы поддерживаем. Вот он всегда меня принимает, выслушивает какие-то там мои предложения, предложения, дело не в этом. А главное, вот у меня очень, я очень рад, что у нас такие хорошие деловые отношения и человеческие отношения. Поэтому я благодарен руководству Республики Сапа-Якутия. Всем. Иван Васильевич, ну очень коротко, что бы могли посоветовать молодым специалистам, пожелать им в дальнейшей работе? Ну, молодым специалистам, ну, как китайцы, я могу сказать, даже жизни хватит, чтобы познать Китай. Китай – это неоднородное общество, если взять. История Китая – это вообще другое. Конфуция – это совсем другое. Философия – совсем другая. История китайская, которая совсем другая. Поэтому вот даже вот я 60 лет занимаюсь этим вопросом. Иван Васильевич, большое спасибо вам за участие. К сожалению, время эфира подошло к концу. Очень приятно было видеть вас в нашей студии. Я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был Иван Васильевич Рожин, почетный работник МИД России и заслуженный работник народного хозяйства Республики, первый профессиональный дипломант из народа. Саха, оставайтесь с нами. Удачного вам дня. Продолжение следует...